Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мужчина при девочке переписывался с другой своей знакомой. При попытке уйти три раза обнимал, не отпускал. Толком не объяснял, кто за девочка. Видел я переписку, скорее всего, хотел от нее помощи. Сказал, что переписка нужна. Он не должен быть здесь, а в другой стране, но нет возможности. С кем будет, сказал, не знает. А еще не дал посмотреть переписку. Начал прятать. Сказал, что не хочет, чтобы знали. А потом сказал, я такое не люблю. Не совсем понятно, в чем здесь ваш вопрос. И вообще, есть ли вопрос в ваш текст. То есть, если есть вопрос, да, то какой, в чем он, что хотели бы спросить. Вот, но, на мой взгляд, с еще, там, вот, по вот, что вы изложили, я бы предположил, что речь идет о вашей ревности, речь идет о неуверенности в себе. И я бы не сказал, что ревность здесь является чем-то таким, ну, чем-то плохим, чем-то неправильным, чем-то аномальным. Мне кажется, что испытывать ревность в данной ситуации вполне нормально. Потому что, ну, действительно, как бы, ситуация к этому, ну, скажем так, располагает. То есть, и как-то вот действия человека к этому, к этому, к этому располагают и поведение человека. Мягко говоря, так скажем, ну, двусмысленно, я бы сказал, да? Вот. Поэтому, на мой взгляд, ваша реакция, какой бы она ни была, она, судя по всему, не очень такая вот позитивная, да? Вот. Ваша реакция вполне адекватна, на мой взгляд. То есть, это нормально. Нормально то, что вы ощущаете. Нормально то, что вы чувствуете. Вот. Совершенно это нормально. Другой вопрос, что вы будете с этим делать? Вот. Другой вопрос. Как вы будете с этим обращаться? Примите ли вы ту реальность, которую демонстрирует вам, по сути дела, человек? Примите ли вы те ценности, которые, по сути, демонстрирует вам человек? Или будете с этим бороться? На мой взгляд, вы демонстрируете некоторую, ну, некоторую пассивность в своем, в своем поведении. То есть, вы демонстрируете некоторую, я бы сказал, зависимость, что ли, от человека. Вы демонстрируете некоторое, такое, знаете, полагание на него. И я бы не сказал, что это, прямо, что-то, такое, плохое. Но вам здесь нужно определиться с тем, чего вы хотите. Вам нужно определиться с тем, что для вас приемлемо, а что нет. Вам нужно определиться здесь с тем, где проходит граница дозволенного. Потому что человек, конечно, может вести себя так, как хочет, но вы совершенно не обязаны терпеть то, что вам не нравится. И если для вас неприемлемо то, что происходит, вне контекста того, почему это происходит, вне контекста того, хотел ли он там помощи от нее или нет. На мой взгляд, это не важно. Вам нужно больше полагаться на себя. Вы же полагаете сейчас больше на то, что человек вам транслирует. И из-за этого складывается такое ощущение, по крайней мере у вас, складывается такое ощущение, такое впечатление, что вы от него зависимы. Вот. И на самом деле, на самом деле, на самом деле зависимость действительно чувствуется. И вот с этой зависимостью вам нужно работать. То есть, чтобы стать, условно говоря, более независимым. Более независимым от человека и больше опираться на себя. Только в таком ключе вы можете рассчитывать на нормальное развитие отношений. Это нормальное развитие совершенно не обязательно означает, что вы будете вместе с человеком. Нормальное развитие лишь означает, что вы придете к тому, к чему вы должны прийти. То, что мужчина говорит о том, что не знает, с кем будет, на мой взгляд, судится о том, что он как-то рассчитывает на то, что вы будете его ждать. Человек рассчитывает на то, что вы будете к нему, ну скажем так, будете к нему лояльны. Я бы так сказал. Вот. И на мой взгляд, это является серьезной проблемой. Поскольку вы не задаете вопрос, то не совсем понятно, чего вы хотите. Какой помощи вы ждете от психолога и на что рассчитываете? То есть, грубо говоря, какие у вас есть ожидания от того, что вы написали свой вопрос. Вот. Потому что, если вы хотите решить свою проблему какую-то, некоторую, это одно. Если вы хотите разобраться в том, почему мужчина ведет себя так, это другое. И здесь мы, кстати, вам помочь не можем, потому что профессиональная этика запрещает нам обсуждать третьих лиц. Я могу только надеяться на то, что вы отнесетесь к этому пониманию. Если не брать в расчет идею ценностей, то, естественно, не брать в расчет идею того, что вам может быть, ну, точнее, для вас может быть неприемлемо то, что делает мужчина, и для вас может быть неприемлемо то, как он себя, к примеру, позиционирует. Вот. Если не брать это в расчет, то я бы сказал, что речь идет об вашем, о вашем собственном обесценивании себя. К моему большому сожалению. И речь идет, речь идет о том, что поведение человека вас задевает. Вот. И в этом моменте, в моменте, когда вас задевает, есть два фактора. Первый фактор заключается в том, что как бы задеваться здесь нормально. Потому что это действительно может быть неприятно, это действительно может быть неприемлемо. С точки зрения ваших ценностей, если они, например, являются, ну, скажем так, больше традиционными и не предполагают, допустим, наличие, ну, скажем, свободных отношений. Да? То есть, если вы не считаете, что для вас приемлемы свободные отношения, если вы не считаете, что вы хотите и готовы в таких отношениях быть, то само собой вас это будет задевать. Но у этого есть другая сторона. Когда в какой-то ситуации, например, вот в ситуации, которую описываете вы, вы начинаете решать свою какую-то проблематику. Вы начинаете как бы, как бы пытаться доказать или убедить себя в том, что вы ценны. Для этого вы пытаетесь смотреть, ну, его переписки. Вот. Вы пытаетесь как-то следить за ним. Вы уходите, например. Хотя, опять же, повторюсь, что уходить – это нормально. То есть, нормально уходить, выходить из такого положения или состояния, которое вам не предущее. Это нормально. Но если вы позволяете человеку себя, к примеру, останавливать, то вот это уже вопрос. Потому что если человек может вас остановить, он чувствует в определенной степени свою власть над вами. Он чувствует, что может вас контролировать. Он чувствует, что может позволять себе делать то, например, что вам не по душе. И при этом, условно говоря, ему ничего не будет. Конечно, мы сейчас не говорим о том, что ему обязательно что-то должно быть. Но, тем не менее, речь идет о устойчивости вашей позиции. Если ваша собственная позиция является неустойчивой и зависит от того, что делает, как действует человек, то это может быть для вас серьезной проблемой. В первую очередь, заключается в потере какой-то стабильности, потере какой-то устойчивости и так далее. И как вы, я надеюсь, понимаете, ничего хорошего для вас в этом нет и быть не может. Поэтому, что нужно решить? На мой взгляд, решить нужно первое. Как вы относитесь к человеку? Что он для вас значит? Какие у вас к нему чувства? Что это за чувства? И так далее. Второе, увидеть свои потребности в глобальном смысле. Это потребности, связанные с человеком, если такие есть. То есть, это потребности, которые у вас есть применительно, применительно к, например, молодому человеку. Если эти потребности есть, их необходимо увидеть и в какой-то степени подкорректировать то, как вы их удовлетворяете. И обратить внимание, помимо этого, еще и на свои, скажем так, глобальные потребности. Глобальные потребности могут быть не связаны с молодым человеком, но имеют все равно большое значение. Это тоже очень важно. Если вы не уделяете этому времени и внимания, то вы будете чувствовать себя, конечно же, отделенным. Вы будете чувствовать себя, мягко говоря, не очень хорошо. И это точно так же является серьезной проблемой. Я думаю, что ключевой момент в вашей ситуации заключается в том, чтобы постараться увидеть, окей, а как я отношусь к... Мужчине, что он для меня значит? Вот. Как я к нему отношусь? Именно конкретно, как я к нему отношусь? Именно этот момент является важным. Потому что от того, как вы к нему относитесь, в принципе, зависит все остальное. От того, как вы к нему относитесь, будет зависеть то, готовы ли вы как-то вот мириться с его таким... с его таким поведением. Готовы ли вы терпеть такое его поведение? Ну и так далее. То есть это очень важно. И если вы данный аспект пропускаете, ну, по той или иной причине, да, не важно сейчас, по какой причине вы это делаете. Не важно сейчас, по какой причине вы это пропускаете. Но если вы это делаете, то будут возникать такие ситуации. Снова и снова. Как бы вы не оправдывались и как бы вы не пытались объяснить модель поведения мужчины. Вот как-то так. Какой-то такой ответ. Если оставить все как есть, прямо сейчас имеется в виду, то есть достаточно большая вероятность того, что вы будете продолжать уходить в контроль, в слежку, в давление и так далее. Может ли получиться из этого что-то хорошее? На мой взгляд, нет, не может. Но по итогу все равно решать только вам этот момент. То есть, по итогу все равно, так или иначе, только вы решайте, как будут развиваться события дальше. Только вы, только вы этот момент можете решать. И никто больше. Вот как-то, пожалуй, так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии и позволит вам начать над собой работу, если вы этого, конечно же, хотите. Удачи вам! Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok